МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это не город, это село. Это очень-очень трудно. И все-таки, если это Богу угодно, храмы строятся. И у нас строятся. Мы не просто строим, мы восстанавливаем историческую справедливость. Лето под парусом. Как в Железногорске решили организовать каникулы школьников. Причем с прошлого года есть такие талантливые мальчишки. Просто есть талантливые мальчишки. Это надежда наша. Благодаря грантам и краевым программам Канск в этом году получил 156 миллионов дополнительных средств. На сегодняшний день соглашений подписано достаточно много. И касаются они разных отраслей. Например, решение социальных и коммунальных проблем. Так, 44 миллиона выделено на реконструкцию объектов питьевого водоснабжения на улице Эдемана. Чуть больше 8 миллионов на эти же цели потратят на работы на улицах Шабалина, Пушкина и Мира. Еще около 7 миллионов пойдет на переселение семей из ветхого и аварийного жилья. Государственная программа, в которую мы вошли, это создание условий для обеспечения доступным, комфортным жильем. У нас нам передали этот дом по улице 15 борцов 27. Тот дом аварийный нам его передали. Под это выделили средства. Мы переселяем этих людей. И кроме этого нам же выделяют деньги на то, чтобы потом, после расселения, дом этот снести. 4 миллиона рублей город получил на развитие культуры, в частности, на внедрение автоматизированных систем обслуживания читателей. Появление определенных технологий облегчит процесс выдачи книг в библиотеках. Также через государственную программу Красноярского края развития физической культуры и спорта на спортивные клубы по месту жительства выделили 500 тысяч. Привлечены дополнительные средства на коммерческие организации, поддержку малого и среднего предпринимательства, на сферу образования, поддержку муниципальных летних лагерей, медицинских учреждений, а также на социальные выплаты и капитальный ремонт дорог. На западе края на поля вышла техника. На данный момент по сельхозработам лидирует Ужурский район. Не слишком от него отстает и Шариповский. Здесь аграрии пересекли экватор посевной компании. Засеяно больше половины подготовленной пашни. Аграрии используют каждый погожий день. От погоды в этой сфере зависит очень многое. В этом году есть и новинки в сельской отрасли. Порядка на 10 дней начали раньше полевые работы в этом году. Поэтому надеемся, что уложимся в оптимальные агротехнические сроки посева культур. Соответственно, дружные всходы, хороший урожай будет. А вообще запланировано у нас беспрецедентно в этом году у нас половина посевных площадей уходит под РАПС. Потому что это экономически целесообразно на сегодняшний день заниматься этой культурой. К началу посевной кампании шарыповские аграрии обновили технику. Например, хозяйство Транекс приобрело посевные комплексы Кузбасс и тракторы. Современные немецкие сейлки полностью автоматизированы. Управление осуществляется из кабины механизатора с помощью бортового компьютера. С раннейшими, конечно, не сравнить сейлками. Нормально. Сыпает удобрение, зерно также засыпается. Ну а приобретать надо. Мы же когда-то начинали на этой земле работать. У нас все было старенько. Сейчас практически у нас все новое. Импортное и отечественное. У нас старой техники в принципе нет. Ни комбайнов, ни тракторов, ни пассивных агрегатов, ни почвообрабатывающей техники. У нас все практически новое. Благословляются и освящаются знамя все крестные, купола и шатрыся окроплением. Благодать всего духа окроплением. И сына, и святого духа. Аминь. Храм Вознесения Господня в селе Казанцево обрел самый главный архитектурный элемент – три золотых купола. Как и положено, церковь построена на пожертвования. Работы длились долгих пять лет. Деньги приходили со всего мира. Из Красноярска, Норильска, Шарыпова, Кызыла, Москвы, Республики Адыгея и даже из Австралии. Бывшие и настоящие жители села откликнулись на призыв и помогли кто чем может. Это не город, это село. Это очень трудно. Это очень-очень трудно. И все-таки, как видите, если это Богу угодно, храмы строятся. И у нас строятся. Мы не просто строим, мы восстанавливаем историческую справедливость. Здесь же был когда-то храм. Он погиб, он сгорел. Но прошли те времена, наступили новые времена. Свой вклад в строительство внесли и шушенские организации, теплосети и дорожное ремонтно-строительное управление. Бывший директор ДРСУ Анатолий Лямин теперь на заслуженном отдыхе. Именно он много лет назад предложил своим сотрудникам взять за правило оказывать посильную помощь в возведении храма. Сегодня, конечно, очень большой праздник для прихожан, во-первых, Казанцевской церкви, для всего села. Действительно, храм начинали очень тяжело. То есть, сначала место, отец Дмитрий, как пришел сюда настоятелем, отклопотал. Потом мы начали котлован копать, завозить материал, фундаменты делать. Геннадий Александрович начал сруб собирать. То есть, лес тут сначала один привезли, не тот потом. Ну, тут многие до этого начинали, но как бы все стояло на месте. Пока вот не пришел, конечно, отец Дмитрий. Шатры для церкви рабочие изготавливали собственными силами, под чутким руководством прораба Геннадия Замяткина. Купола сами были заказаны, изготовлены в городе Барнауле. Так же, как для шушенской церкви. Качество было их очень хорошее, привезли. Но монтаж шатры изготовления шатров было выполнено нашими силами, под моим руководством нашими рабочими. Есть детали для интереса. Самая большая была деталь – однотонна 200 килограмм. Это шатер. Ну, а купола было 300 килограмм, 250 и маленькие 100 килограмм. Чтобы начать полноценно вести службы, в храме необходимо провести электричество, установить теплые полы, смонтировать отопление и провести внутреннюю отделку помещений. По предварительным подсчетам на эти нужды необходимо 300 тысяч рублей. Жители села Казанцево надеются, что уже к осени храм Вознесения Господня гостеприимно распахнет свои двери для прихожан. В Красноярском крае установят 25 дополнительных комплексов фиксации и нарушений правил дорожного движения. 19 камер появятся в Красноярске, на самых оживленных улицах и перекрестках почти во всех районах города. Еще по одной в Норильске, Ачинске, Каннске, Минусинске, Сосновоборске и на трассе Красноярский-Несейск. Конкретные адреса специалисты не называют. Известно, что в тестовом режиме они будут работать до 30 июня. Оборудование проверят на соответствие стандартам и техническим требованиям, после чего введут в эксплуатацию. Приборы будут фиксировать несколько видов нарушений. Превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение по выделенной полосе, остановка за стоп-линией, поворот не со своей полосы. Дополнительные камеры позволят снизить уровень аварийности на дорогах края. В Красноярском крае увеличился размер финансовой помощи от службы занятости на открытие собственного дела. Теперь начинающим бизнесменам будут выплачивать от 125 до 173 тысяч рублей в зависимости от места проживания. Эти средства выделяются на безвозмездной основе при условии выполнения всех условий договора. В этом году единовременной финансовой помощью воспользовались более 60 безработных граждан. Подробнее об услуге можно узнать на интерактивном портале Агентства труда и занятости населения Красноярского края. Парусная школа откроет на берегу озера летний лагерь. В июне проект стартует под названием «Верный курс». Обучить парусному делу школьников-яхтсмены смогут благодаря муниципальному гранту. Им выделили 159 тысяч рублей. Лагерь школа проводит уже второй год. Своих учеников набирает в основном из многодетных и неблагополучных семей. Причем в прошлом году было случайное попадание у нас ребятишек из категории тяжелая жизненная ситуация. И настолько был положительный опыт, позитивный в плане социализации, что в этом году мы решили взять себе, прямо целенаправленно поработать с комиссией по делам несовершеннолетних и взять ребятишек из категории социально опасное положение, которые остались, к сожалению, в этом году без бесплатных путевок. Жизнь на лодочной станции закипит с 29 мая. Почти месяц. Шесть дней в неделю 15 юных матросов будут учиться парусному делу. Их научат управлять яхтой, чинить лодки, готовить экипировку. И ребята даже примут участие в соревнованиях. Горячее питание тоже предусмотрено. В школе надеются, что самые успешные ребята пополнят ряды местных яхтсменов. Может быть, часть детей, так всегда бывает после лагеря, остаются у нас постоянно заниматься. Потому что приходит много новеньких, но вид-то такой спорта своеобразный. И не у всех хватает смелости на занятия этим видом спорта. Ну а лагерь нам дает массовость прежде всего. Грант на пришкольный лагерь парусная школа получила в рамках муниципального конкурса поддержки социальных проектов некоммерческих организаций. Всего в конкурсе участвовали 17 проектов. 15 из них получили поддержку из местного бюджета. Президентские состязания в нашем городе уже стали традиционным мероприятием, в котором принимают участие общеобразовательные учреждения. В этом году право участвовать выпало всем параллелям восьмых классов. В каждой команде должно быть 16 человек, где все дети с одного класса. Мы надеемся, что в этом году мы покажем тоже достаточно высокий уровень. То есть та команда, которая победит в муниципальном этапе президентских состязаний, она поедет на край и достойно представит и наш город. И мы отберемся на Россию. Три этапа – спортивная программа, теоретический конкурс с викториной, в которую входят вопросы как современного олимпийского движения, так и древних олимпийских игр. В этом году включили тему универсиады, прошедшей недавно в Красноярске. Третий этап – творческий конкурс, где дети выражают отношение к истории, культуре и спорту Красноярского края. Сегодня первый день, сдали сейчас первый норматив, очень нравится, огромный вообще позитив, такая энергия. И это все равно, это как бы соперничество, это тоже забодряет очень сильно, поэтому очень сильно нравится. Ведь спорта мне нравится больше всего бег на короткие дистанции. И в президентских играх я в первый раз принимаю участие. Но это интересно. В процессе состязаний дети могут проявить себя, а жюри – выделить лучших. В прошлом году команда школы номер два, пройдя отбор в муниципальном этапе состязаний, представила город на уровне России. По итогу этих соревнований победители отправятся защищать честь нашего города на краевом уровне, а если повезет – и на всероссийском.